Вам кажется, что после рождения ребенка ваша семья рушится? Вы переживаете кризис первенца, утверждает психолог Анна Кушнирук. А обсудить эту проблему и узнать, как же этот кризис преодолеть и сохранить отношения, нам поможет замечательная мамочка, великолепная актриса и телеведущая Снежана Егорова. Здравствуйте, мои хорошие. Привет, Надя. Искренне рада встретиться с вами, хотя, пожалуй, тема разговора сегодня немного грустная. Действительно, рождение ребенка, особенно первого, это такое счастье. Но очень многие женщины обращаются в адрес нашей программы и рассказывают о том, что в семье начали происходить такие проблемы, из-за которых семья буквально на грани распада. Наташа, расскажите, что у вас случилось? Моему ребенку полгода, и накопилось много усталости, раздражения, много проблем. И проблема в том, что пропало всякое желание близости к мужу. Как можно решить эту проблему? Спасибо, Наталья. Уже очень расстроилась Наташа. Наташенька, прежде всего, мы не расстраиваемся. Спасибо, что вы проблему озвучили. Она понятна каждой женщине, которая в послеродовом периоде. Эта проблема распространенная. Ну, почему же так происходит? Надюш, происходит потому, что есть пара, есть двое, которые договариваются о определенных законах. Жизнь в них налаживается, они счастливы. И появляется третий человек. Жизнь вынуждена меняться. Новый свод правил, новая обстановка. И мы буквально иногда не успеваем перестроиться на новый лад. Снежан, ну, конечно, помнишь рождение первого ребенка, Стаси, доченьки. Действительно ли произошел вот этот перекос? Возникла ли проблема? Стасия, ты знаешь, она уже вышла замуж. И мы тоже ждем первенца Стаси. Но я очень хорошо, конечно, помню и рассказываю ей о каких-то своих вещах, вот когда она родилась. Я переехала жить к своей свекрови в другой город. Самая главная наша проблема была то, что мы вынуждены были расстаться. Он уехал учиться, я сидела у свекрови. И до того момента, пока я налаживала период лактации, всенощные вот эти вставания к ребенку, привыкания, я все время находилась одна. Я гладила пеленки, обливалась вот такими горькими слезами. И так продолжалось где-то 4 месяца. После чего я сказала, что никакие бытовые удобства, ничего мне не нужно. Я собираю свои вещи, еду в Киев, в общежитие. И мы вот таким методом проб, ошибок, каких-то трений, но мы все-таки пришли к какому-то общему знаменателю и наладили вот этот процесс совместного воспитания ребенка. И это хорошие новости. Наладить процесс можно, решить проблемы тоже. Какие именно сегодня мы попытаемся решить и поможем героиням. Давайте договоримся, что мы с мужем это хороший, настоящий, прочный дом. У дома есть фундамент. И вот в этом фундаменте могут быть три основные проблемы. После рождения первенца, прежде всего, это отсутствие секса. То, о чем говорила нам Наташа. Вторая проблема, то, что буквально отец ревнует к тому времени и внимании, которое получает малыш. И третья проблема, это то, что отец буквально не хочет исполнять обязанности отца. Начнем с первой проблемы. Итак, мои хорошие, что мы видим на картинке в первом доме? Мама с папой спят, малыш посредине, и папа, по-моему, очень обижен. И как-то они не очень-то спят, потому что мама с ребенком, а папа абсолютно отдельно. То есть это иллюстрация того, что интимных отношений в семье нет. Абсолютно верно. Чаще виной отсутствия секса являются три причины. Прежде всего, это гормональные изменения. Гормональный сбой. Изменения важно. Нужно уметь принимать очень легко. Ваше тело меняется, ваши эмоции меняются. Но это пройдет. Нужно 9 месяцев, чтобы стать мамой. И 9 месяцев, чтобы снова стать женщиной. Поэтому постепенно, шаг за шагом, все будет замечательно. Аня, ты говоришь о том, что 9 месяцев без интимных отношений, это нормально? Подожди, Надюшенька. Во-первых, когда люди более осознанно вступают в брак, если это не просто молодые, которые вот только на сексуальных отношениях построили свою любовь и страсть, то, в принципе, мужчина должен быть более внимательным и нежным к своей женщине. И не только она должна испытывать к нему какие-то сексуальные чувства, но и он также должен приложить какие-то определенные усилия. Это понятно, Снежан, но получается, что если мужчина будет дарить цветы и будет по-прежнему ласков и нежен, как до свадьбы, а девушке не захочется при этом вступать в интимные отношения со своим дорогим мужем, значит, уже она виновата. Анечка как раз и объясняет, что это может быть связано с гормональным сбоем, что это естественно. Но вот только вот этот большой срок, уж 9 месяцев. Когда я говорила про 9 месяцев, я не имела в виду, что мы 9 месяцев бездействуем. Мы начинаем с того, что мы гормональный сбой прикрываем штукатуркой, которая называется определенная романтическая обстановка и атмосфера. Мы буквально будем заклеивать наши трещины. Вот для того, чтобы прикрыть, предлагаю сделать косметический ремонт, создать романтическую обстановку. Внимание! Когда мы, мамочки, уставшие, кормящие грудью, да, укладываем ребенка спать, мы, конечно, можем поручить папе создать нам праздник и какую-то особую атмосферу. Но, милые девочки, не нужно выходить вот с кормящей грудью, с отстегнутым каким-нибудь вот приспособлением для этого, в халате и прочее. Подготовьтесь к тому, что с момента, когда малыш спит, вы превращаетесь не в его маму, а в прекрасную женщину. Пусть вас встречает мужчина, который приготовил для вас цветы, который сделал все то, что вам будет приятно для того, чтобы чувствовать себя любимой и желанной. И поверьте, что интимная близость – это далеко не сексуальные отношения с точки зрения вот половых каких-то отношений. Это еще возможность сделать массаж. Это возможность поцеловать хотя бы мимоходом. Это возможность сделать комплимент. Это возможность посмотреть и как-то подмигнуть. Не сводите сексуальную жизнь после рождения ребенка и до того к тому, что мы просто занимаемся сексом здесь и сейчас. Это атмосфера. Поэтому рейдонтическая обстановка – это то, что спасет нас от гормональных изменений. Видишь, я абсолютно согласна с Аней. И я считаю, что в этот момент, когда появляется маленький ребенок, возникает новый этап и виток отношений, который от такого прямого, открытого, яркого и хорошего секса переходит в состояние нежности. И, конечно же, мужчина будет благодарен даже за то, что девушка выглядит лучше, чем, например, с утра, когда он уходил на работу. И здорово, когда женщина замечает, что муж вернулся с работы, потому что очень часто мы находимся в совершенно другом состоянии. Какая следующая трещина? Давайте идти дальше, Наташа. Это закомплексованность. Мы говорим о том, что мы чувствуем себя буквально неуверенно после того, когда мы набираем вес после родов, когда меняется форма груди. Вы знаете, мы не столько меняемся, сколько мы видим себя иначе. И важно понимать, что, безусловно, изменения в фигуре есть. Безусловно, меняется все то, на что соглашался любимый мужчина. Но любит он не отдельно левую или правую грудь, не ухо или нос. Он любит вас. Поэтому, если мы уже говорим о том, что появились комплексы, мы говорим о том, что мы себе не нравимся, и мы не можем чувствовать себя уверенно рядом со своим мужчиной, устраиваем такой договор. Каждый день или несколько раз в неделю папа соглашается сидеть с малышом, например, на полтора часа. И в это время мы в зависимости от бюджета и финансов идем либо на стадион заниматься спортом, либо дома йогой перед телевизором, или где никто не видит чик-чирикя в домике, или мы идем в спортзал. Поэтому папа при деле, мама занимается собой, делает массаж, делает масочку и делает то, что позволяет ей прийти в нужную форму. И есть еще один момент. Поговорите с мужем абсолютно откровенно. Так уж его смущает ваше изменение. Часто мы смотрим на себя гораздо более критично, чем на нас смотрят наши мужчины. Всегда вспоминаю такую фразу из одного голливудского фильма, где актриса сказала, что еще ни один мужчина в мире не выгнал меня за дверь из своей спальни за то, что у меня было пару лишних килограммов. Но вот я вспоминаю очень хорошо свой опыт. Я во время первой беременности набрала 25 килограмм, из которых 15 остались на мне после родов. И, конечно, я себя чувствовала просто какой-то бомбовозкой, девушкой с веслом. Так как я еще и высокая, то я была такая крупная. С грудью как раз все сложилось. Она была большая, красивая, пышная, роскошная. Ну и, конечно, бока, попа, живот. Но я могу сказать, что на тот момент, 20 лет назад, не шла речь в никаких спортивных залах. Когда ребенок засыпал или он гулял на улице с мужем, я делала зарядку по 15-20 минут с дыхательной гимнастикой. И за 3,5 месяца я похудела на 20 килограмм. При том, что я кормила ребенка грудью. И я считаю, что если женщина хочет, если она стремится сама выглядеть хорошо, и нравится своему мужчине, то, в принципе, она найдет время для того, чтобы приложить определенные усилия. Вы знаете, я смотрю на нашу Наташу. По-моему, у нее проблем с лишним весом не было, нет. И я думаю, что не будет. Так что, возможно, Наташу будут касаться какие-то другие нюансы нашего сегодняшнего разговора. Я наклеиваю еще одну косметическую такую красивую штуку. Откровенный разговор. Это то, что поможет нам осознать, это наша проблема неуверенности в себе. Или действительно мужчину что-то смущает. Еще одна причина нашей проблемы – это усталость. Каждая женщина знает, как тяжело она чувствует себя после рождения ребенка. Огромное количество обязанностей. Я хочу посоветовать мамам не играть в суперменов. Важно осознавать, что есть усталость, и это будет влиять на отношения в семье в целом. Прибегайте к помощи всех, кто может помочь. Прежде всего, это папа, это крестные мамы, бабушки, дедушки. Не обязательно доверять ребенка каждый раз. Можно попросить помыть посуду, можно попросить задернуть шторы, можно попросить прогуляться с ребенком. Важно уметь отдыхать для того, чтобы не портить жизнь себе, ребенку и своим близким. Наташенька, мне кажется, как раз вот ваша проблема отчасти в том, что вы все берете на себя. Со всем справляетесь сами и говорите о том, что устали. Кстати, я тоже уставала, Снежанечка, наверное, как и ты. Ты знаешь, Надюша, я тебе хочу сказать, что с первенцем я как раз очень много брала на себя, но уже когда я перестала кормить, и я взяла на себя еще дополнительные функции, я стала работать в театре, у меня было много репетиций, и, конечно же, эти бессонные ночи я невероятно уставала. Вот только много-много кофе мне всегда помогало. А вы знали, что вообще кофе это самый продаваемый продукт в мире? Так что не только Снежаночке, он помог. Всем нам тоже. Угощайтесь, пожалуйста. Нес-кафе. Первое правило утра. Анечка, ты говорила о том, что причин несколько, и мы, наверное, еще не все рассмотрели. Возможно, как заметила Снежана, не только женщина виновна в происходящем, но и мужчина тоже. Конечно, невиновные, а просто должны взять степень ответственности. Хотя бы чуточку. Давайте посмотрим на то, что осталось в виде трещин в нашем доме. Отвращение, которое может испытывать мужчина в отношении изменений в организме и теле своей жены. Как ни странно сейчас это звучит. И еще одна проблема, которую я назову, это страх. Должна сказать откровенно, встречается это не так часто. Дело в том, что мужчина часто боится сделать больно своей женщине. Может возникать непроизвольная лактация. Его пугает, что он сделал что-то, что ее привело в ненормальное для него состояние. Здесь очень важно для женщины быть откровенной. Сказайте сразу, если им что-то будет не так. Мне приятно все, что ты делаешь. Поэтому говорите о том, что он не может причинить вам вреда. И вы, как команда, работаете здесь вместе. Вы обязательно скажете ему о том, что происходит. Если мы с вами говорим о страхе, вот что я вам предлагаю. Где мы не знаем, что делать, мы идем в позицию наступления. Мы сами проявляем инициативу. Как это выглядит? Я помню по себе. После родового состояния, вот это ужасная какая-то голова, постоянное какое-то состояние комы, что ты все время хочешь спать. И муж, который, в общем-то, он не уверен, что ты можешь. Он на тебя смотрит как-то так вот осторожно. И думает, то ли тебя потрогать, то ли тебя вообще оставить в покое. И я помню, в какой-то момент я уложила ребенка спать, я переоделась и спросила, как тебя зовут. И он захопотал, засмеялся и сказал, я понял, что ты сейчас не мама. Я понял, что ты каким-то образом вернулась. Это невероятно важно наверняка сейчас слышать тем парам, которые стали очень рано родителями. Потому что в основном такие моменты это проблема ранних браков. Поэтому в данном случае, вот как ты, так и взрослые женщины, матери, они должны это объяснять своим дочерям и своим сыновьям, уже если они наблюдают, что возникли какие-то такие трения и проблемы в отношениях у молодой пары. Но есть еще один момент. То, что мы сегодня обозначили, как отвращение или неприятие нового стандарта или новой формы тела. Это встречается еще реже, чем страх, о котором я говорила. Но важно понимать, что тело действительно меняется, меняется запах. Мы набираем лишний вес. Если мы здоровы, речь здесь идет не о гормональной перестройке, а возможно о некорректном, неверном режиме питания. Если он испытывает какое-то вот замешательство, я предлагаю то, что называется программой похудения. Если вы здоровы, то вернуть свой привычный вес вам мешает только привычка много кушать. Для того, чтобы мужчина хотел быть со своей любимой, ей важно хотеть быть самой собой. Она должна себе буквально нравиться. Вот у меня есть одна такая подруга, которая сказала, о боже, беременность закончилась, а привычка кушать нет. Самое главное немножко прикрыть ротик, есть на пару ведер меньше, чтобы вот тут вот в голове перемкнулась эта кнопка, и ты стал возвращаться в свое естественное состояние. Этого можно достичь легко. Я думаю, Наташа получится. Наташенька, чего не хватало в вашей жизни для того, чтобы проблемы вот этой, о которой мы сегодня говорим, не возникло? Как вы думаете? Я предполагала, что муж возьмет на себя часть обязанностей по уходу за ребенком, чтобы не было возможности отдыха. Но этого не произошло. Я думаю, это была вот самая главная трещина. Ну, в принципе, я думаю, что и немного романтики, и любви к себе вам тоже не повредит. Буквально, как и всем женщинам. Итак, я думаю, все мы услышали то, кому чего, когда не хватало. Здесь, я считаю, дом у нас цел и полон. Но есть еще проблема. Это ревность отца и нежелание принимать участие в уходе за малышом. И мне кажется, что самая частая проблема наших мужчин, они все заботы о малыше перекладывают на наши женские плечи. Я знаю, как эту самую большую проблему молодых мам решить здесь и сейчас. Как привлечь отца к уходу за ребенком и сделать так, чтобы первенец только лишь укрепил ваши отношения, а не внес в них разлад, вы узнаете завтра. До встречи и все будет добре. Привет, YouTube! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал и ты узнаешь обо всем первым.